всем привет с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор покупок из магазина fix price 2020 год март и давайте посмотрим что же я купила мне опять два мешка один из них очень тяжелый но мы сначала посмотрим с вами вот этот вот легенький здесь я купила конфетки шипучки стоили они 25 рублей обязательно смотрите цену некоторых магазинах на них почему-то 55 написано цена но на самом деле 25 и 180 грамм а я купила таких три пачки сейчас у меня две потому что уже открыла там как раз ездили в путешествие они мне были нужны вот они кстати очень вкусная микс и плюс там апельсин лайм кола то есть это такие вкусы которые понравятся любому человеку тем более любителю цитрусовых то есть я по и апельсин и лайм ну как бы и кола блин они реально они просто вкусные мне очень нравится шипучки также я купила наконец-то нашла вторую часть ну не часть а вернее ну да наверно сейчас развивающая головоломка в нашем городе оказалось что их нет нигде и появились в нашем магазине только спустя месяц когда я уже купила то есть прошлом обзоре я показывала что я купила вот она и вот я купила вторую часть на нее будет обзор сразу на две части в ближайшее время я их сделаю мы посмотрим что же там внутри и насколько отличаются эти картинки также я купила напор восковых мелков такой здесь 36 цветов а на нее тоже будет отдельный обзор поскольку сына меня карандашами не очень рисует фломастерами ломает то мы вот перешли на такие вот восковые мелки ими у него очень хорошо получается рисовать причем по моему а да здесь написано мягкое письмо то есть они бывают и жесткие кстати очень жесткие бывают здесь написано мягким и с вами тоже будет обзор мы с вами проверим цена у них 99 рублей здесь про много цветов они я думаю должны хорошие вот так же я купил печенье малиновое сахарное на него кстати на похоже печенье был обзор я не знаю надо надо ли делать обзор на именно вот это печенье пишите в комментариях надо или не надо я сделаю стоило на 11 рублей здесь 100 грамм я взяла несколько пальцев я взяла 4 по моему даже они сюда еще здесь 6 штук из них можно сделать интересный тортик там всякие вот что-то такое можно просто поесть ну считаете там за 100 грамм 11 рублей это вообще ни о чем ну конечно состав у нее до состава большой ну каждую печенье я думаю большой состав иногда хочется такое причем там вспоминаешь детство это как-то печенье больше похоже как из детства хочется намазать маслицем как в детстве я любила сверху полить медом и вспоминаешь детство это очень вкусно так первый пакет закончился также на обзор я купила какие-то не знаю какие штучки ну да это чипсы на чёс и кукурузные снеки мне показалось необычно то что вот здесь нарисовано то есть вы все все знаете что я делаю обзоры а мы с вами именно смотрим что находится внутри пальчики и похоже ли это то что нарисовано на пачке это что находится внутри особенно в экспрессе и других магазинах это часто очень отличается поэтому мы вместе с вами это все проверяем я взяла и конечно вот эти вот чипсы чтобы проверить такой же это внутри как на картинке или нет поэтому на эти чипсы будет у нас обзор оставайтесь вместе со мной в ближайшее время выйдет а у нас с вами из фикс прайс из других магазинов уже очень очень много продуктов собралось и обзор будет просто уйма много их просто очень много также вы можете мне в комментариях написать на какой продукт вы хотите обзор и если он есть в моем городе продается этот продукт я обязательно сделаю вот обязательно пишите мне будет приятно ваши маленькие маленькие заказки и ставьте лайки обязательно так так мы с вами берем смотрим второй пакет он очень тяжелый и необычный хотя честно говоря для этого времени он будет даже на верно стандартно так здесь я взяла хаву кстати эту хаву очень хорошо берут я заметила ее часто довольно берут она стоит 25 рублей по моему здесь 250 грамм на нее тоже будет это отдельный обзор и я хочу попробовать из этой халвы сделать шоколадки ну вернее не шоколадки а сделать халву в шоколаде то есть конфетки халва в шоколаде все знают что такие бывают сейчас почему-то магазине стали реже продавать у нас пока не в городе и они стоят очень дорого почему-то раньше были какие-то конфетки они стоили дешево их было везде в каждом магазине много и они были вкусные сейчас что-то очень сложно найти я решила попробовать сделать сама купила такие вот две штуки попробуем будем кстати пробовать вместе с вами и обзор будет на эту халву и также будем пробовать с вами делать в ближайшее время также у нас чай цитрусы мяты имбирь вот такой вот уже похоже кстати у меня на обзоре был вы можете посмотреть и я купил вот еще один появился мы будем его смотреть с вами здесь кстати как приготовить есть 4 рецепта вот здесь я могу сразу наверное сделать этот обзор сразу с этими рецептами если наберется под этим роликом 20 лайков либо вы можете под тем роликом был на такой же был там фруктовый чай там фрукты были ягодки всякие либо можете под тем роликом 15 поставить 15 лайков либо под этим 20 мы с попробуем сразу четыре рецепта здесь кстати рецепт очень интересные оригинальные мне кажется будут очень очень вкусные вот стоил он 25 рублей так ну здесь у нас с вами нету надеюсь вот здесь у нас с вами находится давайте я буду доставать макароны на макароны кстати был отдельный у меня обзор они мне очень понравились именно вот бренда паста то есть я их сварила да мы не доели сына осталось у меня я положила в контейнер не именно вот эти были другие все равно этого бренда положила холодильник в контейнер с утра я достала они такие же рассыпчатые причем не добавляла ни масла то есть сварилась сразу положила в тарелку не промывал водой там я не знаю ничего вообще не добавляла но они не слиплись и мне это очень понравилось ну и соответственно я взяла еще одну и поскольку у нас к сожалению идет то есть в россию мы живем в россии зашел коронавирус то конечно мы все россияне что делаем мы закупаемся продуктами чтобы спокойно сидеть дома ну и конечно же я не исключение поскольку я сижу дома в декрете с ребенком мне как бы будет сложно выйти и что потом не было такого что посылаешь мужа скорее 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 беги тратить все деньги покупать продукты пока цены не поднялись пока вот еще там более-менее мы конечно закупились как я закупалась и что я конкретно купила это будет отдельный ролик он наверное выйдет где-то рядом с этим роликом вот сейчас в ближайшее время вот но здесь я купила макароны здесь я купила много макарон чтобы они у нас были потому что неизвестно насколько придет этот вирус вернее когда он придет насколько он придет то есть сколько мы просидим дома он может прийти допустим да все переболели как будто бы он ушел да может обратно вернуться об этом никто не думает реально поэтому мы закупились чтобы у нас все было ну почти все вот теперь я буду шуршать значит у меня макароны перья пересла всего одну потому что вас особо никто не любит ее скорее всего я оставлю такой самый черный 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 день самый такой прям черный день так здесь у меня не знаю короче как они называются ну в принципе от этого бренда макарошек не так много то есть перья завитушки да вот длинненькие и червячки я их называю я люблю червячки так раз два три четыре пять а вот они спиральки шесть семь восемь и девять короче 9 штук здесь 400 грамм каждый ну короче вот как то вот так это мы запаслись макаронами реально мне эти макароны очень очень понравились мне уже кто-то писал что макароны нужно съедать за раз то есть в холодильник класть не надо ну блин ну если осталось реально осталось то есть у меня сам сын сколько-то съел муж сколько-то съел я сколько-то съел мы не доели у нас осталось в принципе у меня такая семья мы не любители что-то выбрасывать мы никогда ничего не выбрасываем у нас не протухает еда мы ее съедаем я всегда помню что я купила и что я планирую с этим сделать если я понимаю то что я опаздываю как не опаздываю а забываю там вернее не так и нету времени допустим что-то приготовить допустим творог я купила да мне нет времени приготовить его просто кладу в морозилку потом когда у меня появится время его разморожен приготовлю из него пирог какой-то или съем его там например то есть вот так мы делаем а чтобы у нас там протух творог там как бывает выбрасывать целыми там мешками относят на помойку нас такого не остается хлеб его делаю отправляем сухарики делаю сухарики потом я хочу сделать помировочные сухарей все это перемолоть там чтобы вот можно был там котлетки пожарить там в этих сухарьках или там не знаю чем там придет в голову к тому времени вот то есть вот так либо просто сухарики если сухарики у меня муж любит добавлять в супчик например вот так вот вот это уже другая тема вот поэтому короче у меня был вот такой вот обзор довольно маленький и все практически самое такое нужное необходимое и печенье тут и за этой вот головоломкой честно говоря я погонялась по всему городу по всей области очень много с трудом с трудом нашла ну и тут конечно обзор ну куда без него деться он действительно нужен интересно что же там внутри вкусно это вообще или нет тут имбирь даже не знаю мне кажется имбирь он острый я даже не знаю какой будет или вкус но в любом случае мы с вами будем пробовать обязательно смотрите мои обзоры там есть плейлист где есть отдельный обзор из магазина фикс прайс вот вы можете посмотреть уже какие обзоры я уже сделала это довольно интересно там я уже сделала очень много но каждый раз заходишь фикс прайс и понимаешь то что продуктов стало еще больше за этот месяц и у меня честно говоря такая цель я хочу сделать обзор то есть из фикс прайса на абсолютно на все продукты каждый раз я приношу домой вы видите то что я приношу домой я делаю обзоры я приношу много продуктов из фикс прайса по возможности стараюсь их делаю выкладываю если еще раз я прихожу и там опять много продуктов появилось многих и так же я делаю обзоры на продукты из других магазинах пятерочка но обычно это просто продукт то есть я не подписываю что это пятерочка перекресток да светофор сейчас прибавился уже победа прибавилась вот магазины склады да у нас какие-то другие магазины вот то есть у меня цель сделать на все продукты обзоры все эти обзоры я делаю для вас чтобы вы сквозь вот эту вот черную упаковку которая вот здесь не видно что там внутри реально не видно непонятно в каком она вообще состоянии какая она жидкая или не жидкая здесь вот кажется как будто она сметанообразная на самом деле но на самом деле я делаю уже обзор на другую она там совершенно другая можете посмотреть обзор он уже есть там на канале он уже вышел пару дней назад то есть мы не знаем правильно так же мы не знаем допустим вот здесь в этой головоломке что там в действительности говорят что они там детальки деревянные у некоторых я читала отзывы что у всех только желтые попались что половина выпала да то есть тут вполне может выпасть тут есть дырка пожалуйста есть дырка я надеюсь что у нас вот эта вторая пачка что у нас все в порядке я очень на это надеюсь но будет также на нее обзор какая она внутри сколько там штук этих деталей какие-то карточки обзор будет на все абсолютно карточки быть может у кого-то просто нет денег и он будет делать сам вот на это тоже рассчитан этот обзор мне кажется довольно просто сделать даже такие карточки самому правда вот то есть смотрите обязательно мои обзоры ставьте лайки мне будет очень приятно если вы будете ставить лайки писать комментарий свой желательно конечно хороший комментарий мне приятно получать хороший комментарий как-то это придает силы я стараюсь больше часть для вас ну и конечно не самой это очень-очень интересно эта тема вот наверное все я думаю что сейчас наверное у меня ролик затянется на несколько часов поэтому на сегодня это все мы с вами сделали обзор теперь мы будем ждать вернее вы будете ждать пока я сделаю обзор вот на оставшиеся вот так же напишите в комментариях хотите ли вы обзор на эти печеньки потому что там вот как раз две есть там какие-то синим цветочком я помню и еще какой-то там есть просмотры я так понимаю что вам интересно вот можно и на малиновые тоже мини макс ну в принципе наверное я сделаю скорее всего обзор это интересно если конечно у меня его там нет по-моему нету вот всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки мне будет приятно пишите комментарии внизу не забудьте подписаться также смотрите наши другие ролики наши влоги у меня есть на канале очень много влогов мои влоги выходят каждый день уже с утра вы заходите в youtube и у меня уже есть влог уже выложенный как мы живем с сыном как мой сыночек развивается у меня очень красивый сыночек вот вы можете посмотреть как он развивается как мы живем как мы гуляем как мы с мужем путешествуем по разным городам это все есть вот также ну обзоры также там кулинария ну короче там куча 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 всего всяких плейлистов вы можете посмотреть все это и также вы можете в комментариях написать какого плейлиста мне не хватает вот я обязательно прочту ваши комментарии подумаю и может быть создам и всем пока-пока с вами был канал артмания и в куча куча и и но не это Продолжение следует...